Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре соединят старую и новую набережные. Варианты строительства пятой очереди глава Самары Елена Лапушкина обсудила с архитекторами, строителями и представителями промышленных предприятий. Новый участок будет располагаться на отрезке от улицы Вилоновской до Маяковского. Мэри Елчан знает подробности. В Самарскую набережную ждут глобальные изменения. О необходимости строительства эстакады, которая соединит отрезок от Вилоновского до Маяковского спусков, говорилось в послании губернатора Дмитрия Азарова к жителям региона и депутатам Губернской думы. Проработает давно назревший вопрос о строительстве эстакады. Нам нужно соединить набережные, чтобы они были непрерывные в Самаре. Елена Лапушкина отметила важность решения Дмитрия Азарова об объединении старой и новой набережных. Она подчеркнула, что в этом вопросе город не будет стоять в стороне. Совместно с архитекторами, силовыми и профильными ведомствами глава выехала на место строительства, чтобы детально проработать проект. Есть определенные концепции развития этой территории. Сегодня эту концепцию мы озвучили всем заинтересованным лицам и дали в работу, чтобы люди сформулировали свои предложения, свою проблематику, с которой мы можем в дальнейшем столкнуться. Совместными усилиями, наверное, у нас и получится разработать проект, который удовлетворит и пользователей, и собственник, ну и, конечно, жители города, которые будут получать удовольствие от этой территории в дальнейшем. Сейчас подготовлен проект технического задания на разработку строительной документации и разработана концепция с учетом уменьшения финансовой нагрузки на объект. На сегодняшний день мы вплотную подошли уже к разработке градостроительной проектной документации, которая ложится в основу, собственно, и будущих строительно-монтажных работ по возведению данного инженерного объекта. Но уже сегодня необходимо понимание того, что это сооружение должно быть полноценным во всех смыслах. Это не должно быть пустым променадом, это должно быть полноценная общественная территория, которая должна функционировать во все времена года. Жители города решения властей реконструировать набережную воспринялись с энтузиазмом, ведь таким образом прогулочная часть вдоль Волги станет неразрывной. Неудобно, что она прерывается, а вот так было бы очень даже удобнее. Одна единая общая прогулочная зона, очень хорошо. Будет очень удобно для людей и, наверное, велосипедистов тоже. Конечно, хотелось бы, чтобы можно было эту красивую набережную пройти от одной до другой. Было бы супер. Проект будет включать в себя и строительство новых детских и спортивных площадок, точек общепита, а также сохранение уже существующей инфраструктуры. Мэри Илчан, Константин Головин, События. А завтра на нашем канале в 12.10 прямая трансляция. Глава Самары Елена Лапушкина выступит перед депутатами городского округа с ежегодным отчетом о работе в 2020 году. Основными темами отчета станут строительство новых школ и детских садов, благоустройство общественных пространств, ремонт дорог, ЖКХ, социальные и культурные проекты. Трансляция выступления будет доступна в паблике администрации Самары и социальной сети ВКонтакте. Также посмотреть прямой эфир можно на сайте samaragis.ru и в мобильном приложении samaragis на базе iOS и Android. Скачивайте в App Store и Google Play и подключайтесь к трансляции. В Самаре продолжают благоустраивать улицу Куйбышева. В планах установка новых фонарей с подземными коммуникациями, высадка деревьев и цветов. Улучшить городскую эстетику дал поручение губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а глава города Елена Лапушкина поставила задачу оперативно приступить к работам. Как преображается исторический центр города, расскажет Мария Левина. Больше 10 лет Валентина работает в службе благоустройства и занимается преображением города. Мы меняем деревья за то, что прохожие, все говорят спасибо. Ну и как бы все люди радуются, что за место старых, которые нет ни листьев, ничего, дерево и кислород, лучший выделяет кислород и все говорят спасибо. Сегодня Валентина принимает участие в озеленении улицы Куйбышева от Красноармейской до Венцика. Здесь взамен старых и сухих вязов высаживают саженцы каштанов высотой почти 3 метра. Уже появилось свыше 20 молодых деревьев. С каждым днем улица Куйбышева становится ярче. Выбор на каштаны Пал не случайно. Потому что каштаны ведь цветут. Весна придет, листья распустятся, каштаны цветут, и запах будет, и людям будет приятно. А впоследствии, значит, ну, проектируют высотой и кашпо. Преображение в историческом центре оценили самарцы и гости города. По этому маршруту часто проводят пешеходные экскурсии. Ну, будет красиво. По улице будем ходить, будет тенек всегда, когда под деревьями. Ну, вообще, здесь всегда росли деревья. Здесь крогачи росли, я помню, раньше. Вообще, мне кажется, когда в городе много зелени, это красиво. Очень нравится. Я всю жизнь здесь живу. И дороги строятся, и набережные, и все деревья сажают. И, в общем, очень хорошо. Сразу после высадки деревьев на Куйбышево установят 50 вазонов с крупными туями, еще 18 с цветами и порядка 40 подвесных кашпо. Также здесь появятся новые фонари, часть из которых уже установили. Опоры, оформленные в стиле модерн, вписались в историческую среду, а специальные светодиодные лампы еще и экономят энергию. Но самое главное преимущество новых столбов освещения, пожалуй, это разгрузка пространства от проводов. Коммуникации к новым опорам проводят под землей. Такую схему уже использовали в Самаре на улице Красноармейской. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Прочь с Самарской набережной и улиц города. Прогулочные зоны Самары начали обрабатывать от комаров. С самого утра рабочие распыляют химикаты на всех участках главного общественного пространства города набережной. За ходом работ следил наш корреспондент Михаил Ермоленко. Деревья, кустарники и пешеходные зоны. Важно не пропустить ни один из участков потенциального проживания самых назойливых кровососущих. Сегодня, начиная с 4 часов утра, бригада по инсектицидной обработке распыляет препарат на всем протяжении главной достопримечательности Самары – городской набережной. Еще буквально пара дней и зеленые островки этого общественного пространства заполонили бы комары, омрачив жителям утренней и вечерней прогулки. Вот сегодня сделали первую обработку по всей территории набережной. Еще будем обрабатывать еще два раза. Всего в году мы обрабатываем три раза. Следующая обработка у нас будет в июне и в конце июля. Кроме набережной, специалисты планируют обработать и другие прогулочные зоны города. В первых числах июня городские службы массово выйдут в парки и скверы Самары. Общая площадь химической обработки составит 209 гектаров. Своевременность распыления химикатов важна прежде всего из-за опасности распространения заболеваний, которые могут переносить комары. В число самых опасных из них входит западная лихорадка Нила и малярия. Для людей и животных распыляемые вещества опасности не представляют, не влияют на стойкость раствора и погодные условия. Надо сказать, что по опыту эффект наступает через какое-то время. То есть это после того, как оседает этот препарат на растительность, он действует на насекомых парализующим способом. То есть насекомое должно сесть на эту траву и наступает парализация его организма, и насекомое погибает. Перед началом работ проводятся необходимые исследования, затем обработка и контроль качества. Последний этап в этой цепочке очень важен, так как если насекомые продолжат атаковать жителей в прогулочных зонах, то по гарантийным обязательствам службы вновь выйдут на обработку. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, Константин Головин. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 74 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 64 376. Такие данные в среду опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 79 человек, всего с начала пандемии. Из больниц выписали 61 498 пациентов. В Самаре продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров. Мега, Космопорт, Амбар. Пройти вакцинацию можно в пятницу с 14 до 19 часов, в субботу и в воскресенье с 11 до 18. Ежедневно в торговом центре «Аврора» с 11 до 6 вечера работает стационарный прививочный пункт. Круглосуточный прививочный кабинет доступен на базе 4-й городской больницы по адресу Мичурина 125. Тем, кто пойдет прививаться, нужно взять с собой паспорт, полис и СНИЛС. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали более 384 тысяч самарцев. Из них более 308 тысяч завершили оба этапа вакцинации. По словам медиков, прививка необходима для выработки коллективного иммунитета, который позволит остановить заражение коронавирусом. Сейчас привитые есть вокруг каждого из нас и в немалом количестве. И вот у всех реальных привитых, что мы видим? Ничего, собственно, никаких страшных реакций мы не видим. Один день, иногда ничего, иногда до трех дней небольшая температура. Все страхи и ужасы мы видим только в интернете. Вот обратите внимание, можно было бы это обсуждать раньше, когда вокруг нас не было, ну то есть нельзя было своими глазами посмотреть. Сейчас мы можем видеть, каждые десятки людей привитых может видеть сам. Но вы же видите, со всеми все нормально. Дойти до всех, убедить каждого, вдохновить личным примером. На городском оперштабе по предупреждению распространения коронавируса говорили о том, как ускорить темпы вакцинации. Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить около 60% самарцев. Подробности в нашем сюжете. Ускорить темпы вакцинации поможет адресный подход. Об этом говорили на городском оперштабе по предупреждению распространения коронавируса под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. В первую очередь вакцинировать нужно тех, кто находится в группе риска. А это люди, страдающие хроническими заболеваниями, ветераны и пенсионеры, которые с наступлением теплых дней переехали жить на даче. Значит, передвижные прививочные пункты должны выехать туда. А информацию о возможности вакцинации до людей донесут председатели садово-дачных товариществ. Мы ищем возможности вакцинации сделать максимально доступной. Это и работа садово-дачных товариществ. У нас есть председатели садово-дачных товариществ, которые откликнулись и готовы организовать своих дачников. Те, кто постоянно проживает в летний период времени. Надеюсь, что и, конечно, поликлиники отправят туда выездные бригады для вакцинации. Я убеждена, что там так и будет. Мы задействуем и общественные пространства, где достаточно большая проходимость людей. Сегодня пригласили руководителей общественных организаций, с ними посоветовались, что лучше сделать, чтобы до людей старшего возраста вакцина дошла в удобное для них время, в удобное для них место. Маломобильные граждане, которые не покидают квартиру, должны иметь возможность привиться на дому. В чем проблема? Наши категории очень редко пользуются интернетом. Поэтому рассмотреть возможность именно вакцинации на дому. Я решила вопрос по своему мужу. Он очень захотел, старше 80, он с удовольствием привился. И самое интересное, без последствий. Поэтому рассмотреть возможность вакцинации на дому по желанию людей. То есть донести до людей, что это реально. По словам руководителей общественных организаций, большую роль в процессе вакцинации играет доверие. А пенсионеры и ветераны доверяют только тем, кого лично знают. Я могу пример привести в Ленинском районе. Участковые врачи. Вот там один участковый врач практически прошел по своему участку. И где-то 99% пришел, всех вакцинировал. Даже вопросов никаких не было. Это опять правильно говорит отношение врачей, с той стороны, с кем они работают непосредственно. Вакцинация проходит во всех районах Самары. Прививаются сотрудники полиции, прокуратуры, судов, врачи и учителя. По приглашению руководителей предприятий, бригады медиков выезжают на производство. Чтобы у людей была возможность сделать прививку без отрыва от работы. Для создания коллективного иммунитета нужно, чтобы около 60% жителей региона вакцинировались. По словам врачей, это поможет остановить пандемию. Прививка добровольна и бесплатна. Виктория Шарой, Василий Колдашов, События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шарой уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Стоит ли россиянам ждать роста цен на загородную недвижимость? Да, цены на дачи и частные дома вырастут на 8-10%. С чем это связано, я расскажу сразу после курса валют. Курс доллара на 27 мая 73 рубля 47 копеек. Евро 89 рублей 93 копейки. Нефть марки Брент торгуется на отметке 68 долларов 48 центов за баррель. В России цены на дачи и частные дома в среднем вырастут на 8-10%. Причина в резком подъеме спроса на такую недвижимость, из-за которого образовался дефицит загородных домов. Еще одной причиной удорожания стал рост цен на стройматериалы. За год они взлетели на 20%. По итогам 2021 года они могут вырасти еще на 8-10%, уверяют эксперты. В среднем по стране спрос на дачи и частные дома вырос в полтора раза. Больше всего интерес проявляют в Челябинской области. Там спрос увеличился в 3,5 раза. Москва по этому показателю даже не вошла в топ-5. Рост интереса столичных жителей увеличился незначительно. Банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян. За первый квартал 2021 года он достиг 145 миллиардов рублей. Это на 13% выше прошлогодних показателей. Схема предполагает не выкуп долгов за искателями, а их работу от имени банка. За весь же период пандемии общая сумма так называемых плохих долгов увеличилась почти на четверть. Как отмечают специалисты, у коммерческих банков недостаточно персонала для работы с возрастающими объемами проблемной задолженности. А доля так называемых молодых долгов, тех, что просрочены не более чем на 90 дней, в течение года стремительно росла и сейчас составляет уже не менее трети всех задолженностей. Объем нелегального онлайн рынка, табачной продукции и электронных сигарет в Рунете в 2020 году превысил 500 миллионов рублей. Ущерб, нанесенный производителем и государству в виде недополученной прибыли и налогов за акцизный сбор, и НДС оказался еще выше – свыше 1 миллиарда рублей. Самым ходовым товаром в интернете в прошлом году были классические сигареты. На их онлайн-продажи приходится 73,5% черного рынка. Табачные стики заняли более четверти нелегального рынка – 25%, а на электронные сигареты пришлось лишь 1,3%. В 2020 году нелегальная продажа сигарет и их аналогов велась через более чем 700 сайтов. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Самарские выпускники прощаются с уроками и переменами, домашними заданиями и контрольными работами. Сегодня во всех школах региона прозвенел последний звонок. Как провожали 11-ти классников, о взрослую жизнь расскажет Ольга Хамракулова. Принимай, Самара, наших выпускников. Сегодня для 11-ти классников прозвенел последний звонок. Уверенный шаг во взрослую жизнь в этом году сделали более 13,5 тысяч юных дарований со всей области. В этот день выпускников поздравляют не только родители и учителя. С завершением учебного года ребят поздравил губернатор Дмитрий Азаров, первые лица области и города. Я желаю вам, чтобы у вас все получилось, в первую очередь на предстоящих ЕГЭП. Учитывая непростую эпид-обстановку, торжественная линейка прошла только для выпускных классов. Но праздник состоялся. В Самарском спортивном лицее, например, он был в космическом стиле. Конечно, вы сейчас на своих космических кораблях взлетите ввысь, покинете стены родной школы. Но я желаю вам всегда оставаться на той орбите, рядом с этой школой, рядом со школьными друзьями. Потому и кульминацию праздника «Последний звонок» объявляли как старт в большое космическое путешествие во взрослую жизнь. Я хочу вам пожелать, чтобы те знания, умения, которые вы приобрели за 11 лет, были той площадкой стартовой, когда ваша ракета в вашей жизни устремится вперед, ввысь к вашей цели. Несмотря на окончание учебы, времени на отдых у выпускников нет. Впереди ЕГЭ, основной этап которого пройдет с 31 мая по 25 июня. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События. В высокие минуты вдохновения отчетный концерт с таким названием подготовили творческие коллективы Дворца ветеранов и приурочили его к 20-летнему юбилею Дома культуры. Есть ли у искусства возрастной лимит, выяснили наши корреспонденты. Не только вторая, но и третья, и даже четвертая молодость. В Доме культуры Победы состоялся отчет коллективов Самарского Дворца ветеранов «Высокие минуты вдохновения», посвященные 20-летию учреждения. Сегодня на сцене будут представлять свое творчество несколько ветеранских коллективов. Людей, которые занимаются хореографией, вокалом, декоративно-прикладным творчеством, мультипликацией, занимаются в телестудии «Моей истории», декламируют стихи. То есть, по сути, сегодня на сцене будут представлены примеры активного долголетия. Средний возраст участников – 70 лет. Но это не помешало 20-ти вокально-инструментальным и танцевальным коллективам подготовить 18 ярких концертных номеров. Когда исполнилось 55 лет, я пришла во дворице ветеранов, зная о том, что здесь есть коллектив. В творческом коллективе я участвую уже больше 10 лет. Номер, который мы сегодня танцуем, мы танцуем его сегодня первый раз, к юбилею, называется «Кадриль радость». Самое главное – сотрудники Самарского Дома ветеранов призывают людей серебряного возраста не замыкаться. А если взяла грусть или хандра, то кружки, объединения по интересам, клубы и группы здоровья открыты для всех желающих. Ольга Хомракулова, Григорий Плешаков. События. Самые красивые и выносливые породы на старте в загородном парке Самары прошли соревнования по конному спорту. В первенстве приняли участие 9 спортсменов. Всем ли удалось справиться с заданным маршрутом, знают наши корреспонденты. Элина Васильева занимается конным спортом уже 6 лет. Девушка с детства проводила много времени с лошадьми и мечтала о занятиях с ними. Сейчас Элина каждый день тренируется и ухаживает за водопадом. Первое место на соревнованиях по конному спорту она заняла впервые. Конный спорт – он учит выносливости в первую очередь, потому что на самом деле очень тяжело справляться с лошадью, особенно которая несет. То есть он развивает абсолютно все группы мышц, учит общение с животными, не только с животными, коммуникабельность. То есть договаривать с ними на самом деле очень сложно. Первенство Самары по конному спорту проводится на протяжении 7 лет. Спортсмены преодолевают маршрут из 8 препятствий. Наездник должен правильно направить лошадь, не тянуть ее и занять позицию, которая не помешает коню взять высоту в 90 сантиметров. Если лошадь ошибается дважды или проходит маршрут с нарушениями, то участников дисквалифицируют. Пары должны съезжаться, они должны работать как одно единое целое. Но бывает такое, что где-то разногласия. Всадник пытается быть умнее лошади, либо лошадь чуть-чуть умнее всадника. Есть такое выражение, что не бывает плохих лошадей, а бывает плохой всадник. В этом сезоне первенство Самары по конному спорту проведут еще трижды. Посмотреть на то, как спортсмены борются за призовые места, может любой желающий, посетив загородный парк Самары. Ольга Павловна, Никита Колосов, Сергей Баскин. События. Легендарному самарскому боксеру сегодня исполнилось 60 лет. Василий Александрович Шишов становился чемпионом мира, неоднократно Европы и Советского Союза. Пока его спортивные рекорды никто из самарцев не то что не побил, но даже не приблизился. В день рождения боксерская общественность устроила кумиру праздник. На стадионе «Локомотив» несколько дней проходит межрегиональный турнир среди подростков. На торжестве побывал Сергей Кизоркин. Не дня без любимого бокса. Так рассказывает про себя великий самарский спортсмен, чемпион мира, обладатель Кубка мира, трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион Советского Союза Василий Шишов. Вот и свой 60-летний юбилей заслуженный мастер спорта СССР проводит в боксерском зале стадиона «Локомотив». Здесь проходит городской турнир по боксу на призы от прославленного спортсмена. Впрочем, друзья и коллеги также в долгу не остались. Подарили Василию Шишову символический пояс чемпиона. Пока побить его спортивные рекорды никому из самарцев не удалось. Секрет своих побед он раскрыл только сейчас. У меня был эталон мой. Это был Евгений Юдин, который у нас на первом чемпионате метра 1974 года стал бронзовым призером. Я был маленький еще тогда. Я всегда смотрел. Я его раз увидел, я, знаете, он мне ночами стынулся даже. А потом, когда я уже превзошел его показателем, и то я каждый день к нему приезжал на работу. Мы сидели с ним часами до вечера разговаривали. Турнир для профессионалов Василий Шишов проводит уже не первый год. В этом он решил организовать первые соревнования для подростков. Городской департамент спорта поддержал идею и высоко оценил инициативу боксера и мецената. По мнению Дмитрия Чеканова, если упорно тренироваться и выступать на соревнованиях, то и современные самарские спортсмены могут добраться до рекордов Шишова. У нас большое количество потенциальных, хороших спортсменов, которые смогут не только доказать, показать те же самые результаты, но, скорее всего, и превзойти. Поэтому наш спорт развивается. И учитывая, какое количество мероприятий проводит Федерация бокса, как областная, так и наша самарская, соответственно, все предпосылки к этому есть. Поэтому ребята покажут все, на что они способны. На городской турнир по боксу среди спортсменов от 14 до 17 лет приехали почти полторы сотни участников. Кроме Самары и губернских городов за призы Шишова сражаются Магнитогорск, Оренбург, Екатеринбург и Пенза по олимпийской системе. В первые три дня проходили отборочные соревнования. Сегодня полуфиналы. В четверг участников ждут финалы со вручением оригинальных медалей и индивидуальных призов. Мы сами того не ожидали и получилось таким вот образом, что турнир получился не просто городского округа, как мы предполагали, такой муниципальный уровень, а получился сразу уже. То есть, в принципе, есть над чем поработать, для того, чтобы, скажем так, наши турниры были более лучшими и качественными. За Самару на ринг сражаться выйдут больше сотни боксеров. Некоторые из них – чемпионы и призеры первенства области. Впереди боксеров ждет еще один турнир, но уже памяти заслуженных тренеров России. Соревнования тоже пройдут в Самаре. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на сайте Самары ГИС и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова